Добрый день! Сейчас вам покажу на одном небольшом примере, почему для процессов моделирования и выполнения расчетных задач лучше использовать отечественное ПО. Вот у меня есть простейшая модель, в которой есть узел с давлением. Есть узел, где мы задаем расход. Давайте запустим на расчетах. Ну, видно, что заданный расход должен установиться на всем длине канала. Закон сохранения энергии, тут его ничем не обманишь. Здесь у меня вырвано диагностирование, распределение давления, ну и смотрим, что у нас получается. Есть какой-то колебательный процесс, давайте посмотрим расходы. Параметры, массовые расходы, графики. Ну, вот она каким-то образом, из-за того, что изначально у нас с вами система не в балансированном состоянии, идет какой-то переходной процесс, и видно, что у нас потихоньку-потихоньку сменяется частота колебаний, и мы сейчас придем к какому-то стационарному значению. В итоге наш массовый расход, поскольку он задан в этой точке, он должен прийти, соответственно, вот к этому значению. Понятно, что для решения таких задач, желательно распределение давления по трубопроводу сдавать до того, как вы начнете моделировать. Ну, здесь ничего не приделаешь, вот так получилось. Видно, что у нас идет какой-то процесс какого-то стационарного значения, и что бы здесь еще хотелось сказать, что для нас в чем еще интерес этой задачки. Эта задачка представляет все меньше и меньше. Интерес тем, что у нас давление здесь тысяча паскалей, это для нас глубокий вакуум, и мы такие задачки на самом деле еще не решали. Плюс здесь у нас используется газ, хитрый газ, являющийся авторином урана. Его тоже задал пользователь. Ну, в принципе, здесь можно посмотреть, вот она все снижается и снижается, колебания уменьшаются, и сейчас мы получим некое стационарное значение. Вот. 1 минус 6 вот в этой точке уже практически встала. Здесь тоже она, в принципе, к нему приходит, то есть колебания все меньше и меньше. В чем проблема? Мы выясним проблему наш заказчик, что если сейчас открыть потери, то мы увидим, что потеря на трение здесь составляет 0,3 паскаля. 0,3 паскаля. А если мы посмотрим на перепад давления, то увидим, что перепад давления 171 паскаля. Явно, что здесь в расчете присутствует какая-то ошибка. Вот. Что бы произошло, если бы это был западный софт? Вы бы написали службу поддержки, служба поддержки задала бы вам кучу вопросов, ну и, может быть, для вас ответили, что давление 1000 паскалей является глубоким вакуумом, и наша система не предназначена для расчета таких систем с таким вакуумом. Но, поскольку вы работаете с российской компанией, вы пишете разработчику, и в течение двух часов получаете новую версию библиотеки, вот, кстати, она установилась, которая позволяет решить ваши проблемы. Ну да, здесь, условно говоря, вот она. Практически исчезли колебания, вышли на стационар и видим, да, вот у нас суммарные потери на трение, а вот у нас переподавление. Немножко не то, что бы мы хотели получить. Остановим расчет, откроем нашу библиотеку, вот у меня она на флешке, копировать, вставить. Вот мы получили новую библиотеку, возвращаемся к нашей задачке, запускаем ее опять на расчет, смотрим, ага, перепад стал значительно меньше, система практически мгновенно перешла. Давайте посмотрим на график, как у нас здесь были массовые расходы. Да, видно, что она практически за одну секунду устаканилась. Вот. И смотрим на свойства нашего. Видим, что перепад давления равняется 0,29 и потеря у нас 0,2964. То есть, таким образом, за практически два часа, ошибку, которую обнаружил у нас заказчик, исправлено, получена новая версия, и работа может продолжиться. Теперь представьте, что у вас такая ошибка, когда вы используете западное ПО. Ну вот у меня, допустим, есть пример. Наш любимый, который мы всем показывали. Вот есть такая хорошая немецкая программа для модерирования, LMS Ammissim. Есть задача охлаждения стенки. И когда мы проводили сравнение с этой задачей, оказалось, что на центре пластины погрешность 20 градусов, а на поверхности погрешность 10 градусов. И вот эта вся погрешность при расчете системы кондиционирования, она существовала и в течение года не могли ее исправить. Но в итоге они потом поправили, но при этом заказчик, конечно, после такой проверки обратился к нам, и заказчик теперь работает с нами.